Итак, сегодня делаем мацони. Прокипятила я молоко. У меня здесь 2 литра молока. Надо следить за тем, чтобы молоко не подгорело, потому что потом будет привкус неприятный. Как проверяем, когда уже можно квасить? Мизинчиком опускаем мизинчик. Если не обжигает, но горячее, значит нормально, значит можно квасить. Что делаем дальше? Если дома нет закваски, если вы делаете в первый раз, то покупаем мацони. На первый раз можно купить, а дальше уже берем закваску из того, что мы уже сделали. Так получается, если дома сделать дешевле, потому что у нас здесь 350 грамм мацони стоит 90 рублей, а молоко стоит литр 50 рублей. Так что получается дома сделать дешевле намного. Так, на 2 литра молока я возьму 2 столовые ложки мацони. Потому что молоко у меня магазинное, не фермерское. Если фермерское, натуральное, тогда хватает 1 чайной ложки на литр молока. Просто с магазинным... Магазинное молоко нужно брать еще жирное очень. 3,5-4-5 процентов жирности должно быть. Берем молоко, добавляем в мацони, чтобы температура была одинаковая. Перемешиваем, выливаем сюда молоко все. Перемешали. Лучше, конечно, брать хотя бы, если магазинное, а то цельное молоко. Закрываем крышкой. Накрываем полотенцем. Накрываем одеялом и оставляем тепле на 3-4 часа. Я оставляю обычно в микроволновку. Если знаю, что ближайшие 4 часа она не будет занята, то можно поставить в микроволновку. Там процесс пройдет быстрее. Итак, прошло 4 часа. Смотрим, что получилось. Вот у нас молоко уже схватилось. Видно сыворотка. То есть, если передержать, будет слишком много сыворотки, и мацони получится кисловатым. Лучше этого не делать. То есть, если натуральное молоко, фермерское, ровно 3 часа. Если магазинное молоко, то 4, максимум 5 часов. Через 4 часа можно достать, посмотреть. Видите, она уже схватилась. Вот она крепкая. Значит, уже все нормально. Можно доставать. Но пока еще рано ее мешать, ложкой трогать. И сильно трясти тоже не надо. Ставим холод на минимум 5-6 часов. Лучше сделать с вечера и оставить на ночь. Что я сейчас и сделаю. В общем, прошло у нас... Я поставила с вечера. Даже ближе к ночи, я скажу. И всю ночь, и сегодня целый день, получается, где-то вот 12 часов прошло. Приблизительно. Покажу вам, как он окреп. Видите, если в начале, когда был теплый, он еще болтался. А сейчас он вообще стал крепкий. Покажу вам его вот так вот. Уже можно кушать его. Он полностью готов. Вот он какой крепкий. На самом деле, многие слышали, может быть, название мацони, а сами не знают, что это такое вообще. Это та же самая ряженка. Или классический йогурт несладкий. Просто более густой и название другое. Как сделать дома натуральный фруктовый йогурт? Если ваш ребенок любит, допустим, сладкий йогурт, можно его сделать в домашних условиях. Значит, берем мацони. Добавляем сюда любимый джем или варенье. Лучше что-нибудь жидкое. Сироп, может быть, какой-нибудь фруктовый. У меня здесь брусника в сахаре. Просто перемешиваем. Можно пропустить через сито, чтобы был гладкий. Получается сладкий йогурт фруктовый. Для ребенка это идеальный вариант. По крайней мере, вы будете знать, что вы там ничего лишнего не добавляли. Дальше, что еще можно сделать из мацони? Можно сделать... Смотрите, добавляем сюда воды. Я маленьким порцем просто показываю. Получается кефир. А если еще сюда... Хорошо взболтать надо. Если еще сюда добавить соли, получается айран. То есть, если в этот вот мацони добавить чеснок и соль, получается соус для голубцов, для макарон, для многого всего. То есть, вы можете его и так кушать, он полностью готов. В общем, зависит от вашей фантазии. Что я хочу еще сказать? Хочу напомнить еще раз, как мы это делали. Кажется, может быть, для тех, кто не делал ни разу. Кажется сложным. Но на самом деле ничего сложного нет. Значит, кипятим молоко, остужаем до температуры, когда он не будет обжигать. Мизинцем, либо щекой дотронуться до кастрюльки. Если не обжигает, значит, можно квасить. Первый раз можно купить мацони. Или же можно купить йогурт классический. Тоже можно квасить им. А второй раз уже можно забирать отсюда закваску. И делать уже из него. Дальше, что я хотела сказать? Оставляем на 3-5 часов. 5 часов это максимум. Больше 5 часов не оставляйте, потому что выделяется много сыворотки. И мацони получится кисленьким таким. А в холоде оставлять лучше на ночь, на всю ночь. И на следующий день уже можно его использовать, употреблять. В общем, у меня все. Пробуйте, готовьте со мной. Всем приятного аппетита. Пока-пока.